Здравствуйте! Хочу вам в какой-то сейфе даже похвастаться. Вот я наконец-то и попал в это чудное место, в этот отчий дом. Уже сколько месяцев я стремился сюда. Но как-то все получалось, что, ну как у всех у нас, все причины, обстоятельства. И вот на последней видеоконференции батюшка мне просто сказал, ну что, приедешь? У меня так поднялось. Я говорю, все, для себя еду. Тут же решил посмотреть, как, чего, и поехал. До этого я много смотрел отзывов всех. Понимал, что это такое. Понимал, что что-то со мной будет, что я что-то такое испытаю. Все это понимал, понимал, понимал. Ощущал даже, где-то волновался, может даже боялся чего-то. Приехав сюда, ну банальную фразу, конечно, скажу, что я приехал как бы домой. Что увидел, что здесь все мое, родное. Но вот ощущения, которых я понимал, что вот я вижу отзыв, понимаю, как он, человек, это реагирует, как он что. Думаю, что что-то будет со мной подобное. Я уже как-то понимал. Ну вот, простите, я такую аналогию. Вот читаешь про Христа, читаешь Евангелие. Сколько бы ты его не читал, оно всегда новое. И что-то новое открывается, новое рождается. Вроде повторение одного и того же. А всегда что-то новое. Так вот, я, приехав сюда, ждал того, что я как бы увидел со стороны. А здесь оно открылось. Это эти люди, эти сердца. Они вроде как, я их видел с экрана, а здесь они все другие, новые, настоящие. Потому что, понимаете, когда мы на экране смотрим, нам кажется, что, ну вот, все понятно, все понятно, тем более Ютуб. А вот когда вживую, живое это живое, оно всегда живое. И поэтому я ощутил эти живые сердца, этих людей. Когда приехал батюшка Емений, я про себя сказал, выдохнув, вот мы и встретились. Вот я и дома. Я много лет сюда стремился. Сам не знал этого. Сам не понимал этого. Так что, простите. Банальность какую-то. Но я дома. Я сегодня уезжаю. Поплачу, конечно, когда уезжать буду. Но ничего страшного. Кусочек сердца я все равно здесь оставлю. Вот примерно так. Когда я сказал, что я дома, я почувствовал, что я дома, так получилось, что, в общем, на следующий день, когда я сюда приехал, мне позвонила жена и спрашивает, ну что там, как изумрудный город? Я говорю, в смысле? Ну ты же поехал в изумрудный город. Ты же поехал к мудрому Гудвину. Тут я вспомнил эту сказку нашу про Эльни, про Татошку, про изумрудный город. Как унесло ее домик, как она попала туда, как она встретилась со всеми своими друзьями, как они все вместе пошли в изумрудный город. И вот каждый из них, каждый из них, шел к мудрому Гудвину за своим. Лев за смелостью, страшила за мозгами, вот, получилось. А железный дровосек, он же железный, ему так хотелось иметь доброе сердце. Вот каждый из них, каждый из них, шел за своим. А Элли, Элли, она шла для того, чтобы просто вернуться домой. А вернуться домой слышали такое выражение, храм дома моего, да? Вот это выражение, это говорит о том сердце, о том глубинном я, когда мы спрашиваем, кто такой я, где я, кто я есть вообще? А где я? И вот, опять же, простите, я вернусь в Евангелие, царство небесное всегда с вами, оно внутрь вас есть. Каждый человек, кем бы он ни был, он стремится в царство небесное, и ему хочется этого. А царство небесное, это как раз там, где мы, там, где наша душа, там, где наша истина и я. И вот, я почему вспомнил изумрудный город, вот эту вот метафору, Элли хотела просто вернуться домой. Каждый из нас много бродит по этому миру. Ему так трудно вернуться вот сюда, домой, ощутить, что он дома, здесь. И поэтому, когда я говорил, что я ощутил, что я дома, я просто почувствовал, этот дом вот здесь. Да, это физически, да, это, конечно, место какое-то, но это дом. Он получается, что ты просто не приехал в какое-то конкретное место. Я могу даже более сказать, это прекрасное место, прекрасная природа, прекрасный дом, но вот если бы все эти люди и мудрый Гудвин вдруг бы встретились мне где-то там, на пути, непонятно где, вообще, вообще непонятно где, я бы с ним встретился, с этими людьми, и почувствовал, что я дома. Даже если бы я был бы, просто посреди дороги, непонятно где. То есть, вот это понятие, я дома, оно не физическое, оно не какой-то точки места. Конечно, и точка места, конечно, всегда влияет, и нужна, и прекрасно, что здесь вообще хозяйство уникальное, такие люди, и кормежка, и все, 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 все. Но вот дом-то, он вот все равно вот здесь. Поэтому, сказав я дома, вот об этом я в первую очередь имел в виду. Так вот, я, наверное, банально скажу, приезжайте, приезжайте сюда все, вы тут найдете. Но я вот только что сказал про ту сказку, про изумрудный город, вот про тех людей, вот просто для чего. Вот если кто-то знает эту сказку, я вернусь к ней. Вот Страшила, Страшила был очень добрый, очень умный, но он Страшила, у него не было мозгов-то, как таковых. Знаете, в чем дело? Он хотел очень мозги. И вот, по сути, по сути, они у него были. И он соображал очень хорошо. Но вот это божественное восприятие разума, божественное восприятие сердца, не какого-то там сердца. Вот там же в сказке Железному дурбоселку просто обычный мешочек засунули туда. А разве главное этот мешочек? Главное, то состояние, то внутреннее, то душевное, то сердце, которое метафорически мы понимаем. или та смелость. Ведь много людей неудовлетворенных, несмелых, в том плане, что нерешительных. Казалось бы, а в результате вот такие комплексы получается, что эти люди... Ну, как эта фраза друг сиротства. И вот в этом доме, в этом доме определить, найти можно свою божественную смелость, свою божественную мудрость, свое божественное сердце и просто самого себя. Вот за этим сюда люди и приезжают. Так получилось, что я очень часто повторял божественное, божественное, божественное. И одно и другое божественное. Что это такое? Действительно, а что такое божественное? Это все очень просто. Все очень просто. Божественное это значит с любовью. А что такое любовь? Как это? Опять же, фраза такая заезженная, но она не заезженная, она очень правильная. бог есть любовь конечно же конечно поэтому божественно божественно это с любовью просто с любовью я не верю в бога бога нету а человека ты любишь люблю ну вот и все если ты его любишь не зря христос сказал что есть первая заповедь это возлиби господа бога но мало кому она понятна что это такое а вторая заповедь возлиби ближнего своего как самого себя то есть для человека ближний что ты сам что вот я люблю и ближнего люблю одно без другого быть не может если я себя не люблю как я могу ближнего полюбить а если я ближний люблю а себя люблю только это не может быть поэтому опять бы божественно это любовь ну и любит конечно же себя только себя больше никого не получится если ты любишь то она просто фута да вот когда мы любим людей любим окружающих я еще раз повторю что ни в коем случае в это время нельзя не любить себя иначе получится дисбаланс потому что тот поток любви тот поток любви который идет от вас к людям если вы себя не любите то есть можно сказать тот самый поток любви если в вас не заходит а что такое себя любить это вот я хороший поток любовь любви на меня идет я я я я если она есть то я его отдаю туда и чаша это всегда полная и всегда изливается 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 то есть вот как только человек перестает любить себя то получается что да он каком-то периоде времени будет других любить отдавать 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 но высохнет и иссякнет а дальше всего дальше уже подключить опять и любить себя это значит что мозги уже начинают поворачиваться если я начнусь начну любить только себя себя или других не любить то получается уже то самое дежавю которая называется я бы назвал ее ненужная жертва когда человек отдает 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 а если про себя забывает это неправильно по мне мое понимание это неправильно вот опять правильно что и что ты что если ты понимаешь что ты начинаешь опустошаться иссякать то есть чувствуешь что я отдаю отдаю а здесь нет опа я чё-то истекаю ну я грубо скажу боже поливи меня дай мне еще люди это я так грубо говорю ну просто себе подумать о себе хорошим добрым ласковым посмотрите на себя в зеркало какой же я все-таки хорош какой чудесный я люблю тебя вот это тело она же самое главное ну в принципе наверное можно она об энергетических вещах подумать здесь уже типом типа движений потоков и все остальное но это уж такие эзотерика но она тоже в общем то наверное нужно поэтому вот еще раз повторю к если вы истекаете и вас мало любви по мне вот кажется что начинайте себя любить все а иначе хана да все иначе хана ну а если вы просто в процессе и себя любите и других любите то она вот собой двигается 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 почему я увидев батюшку понял что вот тот человек который любит себя любит других и поток этот вот он двигается 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 у меня так не получается очень часто я не скрывают сказать что я себя очень люблю это не так абсолютно вот как это вот я и приехал увидеть как это на этих людей посмотреть как это потому что они все в общем-то в этом потоке вот так вот я сегодня уезжаю еще повторю я про себя подумал что теперь будет дальше со мной я понимаю конечно что то будет что то будет потому что просто так бесследно это встреча просто не может пройти у человека а вот что будет что будет я бы сказал бы посмотрим я знаю что будет будет и опять же еще скажу вернусь ли я сюда ну я оставил здесь кусочек сердца своего я бы спрятал никто не знает где поэтому опять же вернусь туда же я долго искал себя я нашел себя и и попробую уйдя отсюда его не потерять первую очередь вот примерно так